Я честно отучился на журфаке 4 года, получил диплом и перед вами вот сидит бакалавр журналистики. Я так уже начинал один ролик, там я как раз рассказывал про получение в принципе образования в России, и это до сих пор актуальная инфа, поэтому советую я постоянно путаю в какую сторону перейти, ну в общем на него переходите. Но в том ролике речь шла в общем про российское образование, а сейчас хотелось бы поговорить про журналистику. И это казалось бы такой классический сюжет, что кто-то не работает по профессии, которую получал в ВУЗе в России, но мне по-настоящему понравилась журналистика. На самом деле те, кто не учился, вряд ли это просто так понимают, но это целый отдельный мир со своей спецификой. Я настолько вдохновился, что в начале своего обучения даже назвал канал блог-журналиста. Да, то есть вот то, что сейчас называется Sein, когда-то называлось блогом-журналистом. Но через какое-то время, когда побольше прошарился в том, что такое журналистика и чем я вообще собираюсь заниматься, я сменил название канала на Sein, каким вы его знаете и по сей день. И в качестве интригующей затравочки могу даже сказать следующую вещь. Я бы рекомендовал вам учиться на журналистов, но не рекомендовал бы вам становиться журналистами. Почему так? Сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Sein. Жизнь это полностью бессмысленная хрень чисто по приколу. Классический монтажный офф-топ. У меня есть ролик про то, что я почти не покупаю новые одежды. И я вот с момента, как вы выпустил, регулярно читаю кучу разных предрассудков. И вот сейчас развею один из них про то, что бэушная одежда у многих ассоциируется с каким-то именно шлаком. Что это убитые вещи, притом непонятно где купленные, там половина паленые. Вот посмотрите на эти вещи. Ну вот вы можете сказать, что они какие-то убитые, в херовом состоянии, сами по себе херовые. Охуенные же шмотки. И да, они брендовые, но при этом не стоят каких-то заоблачных денег. Почему? Потому что они из секондов. Это сервис, точнее телеграм-канал OkSecond, который аккумулирует у себя самые лучшие предложения разных продавцов. Я вот недавно решил купить Nike Cortez в Москве, думал, это же легендарная модель, там она, наверное, везде есть. Вообще нифига. Я очень сильно запарился, облазил огромную кучу групп, сайтов, порталов, которые как раз постят подобные штуки. И это вот прям геморрой, которым не каждый готов заниматься. А тут тебе готовая подборка самого лучшего. И это не только для жителей столиц. Эти продавцы по всей России. И, как правило, отправляют они по всей России, а иногда и за ее пределы. Поэтому настоятельно советую вам подписаться и покупать за недорого вещи охеренного качества, при этом не поддерживая мировое перепроизводство шмоточное. Ну шикарно же. Ссылка в описании. Начнем с того, что же все-таки в журналистике есть хорошего. И вот какая такая магия доступна только студентам журфаков, посвященным в профессию. Потому что для всех остальных людей журналистика, вот это, как правило, что-то плохое. Я вот сколько отзывов именно от людей, не связанных с журналистикой, не слышал, везде это какой-то отрицательный опыт. Поп-звезды ненавидят журналистов, потому что их достают папарацци. Политики ненавидят журналистов, потому что они как-то постоянно подают их слова не в том свете и выдирают фразы из контекста. Обычные люди ненавидят журналистов, потому что им нужна только сенсация и так далее. Вот очень много подобного. Но на самом деле это чисто плохие представители профессий, которые самые яркие. То есть, ну, известная история про то, что стереотипы как раз-таки складываются из процента небольшого долбоебов в какой-то там специальности, национальности, чем угодно, да, вот какой-то общности людей. Долбоебы всегда их меньшинство, но зато они самые яркие, да, ну кроме фанатов Джизуса, конечно. А все вышеописанные действия, которые перечислены и которые как бы представляют журналистов в глазах обычных людей, это все самые как бы низшие задачи этой самой журналистики. То есть, помимо того, что есть просто дебилы, есть еще и как бы самые скучные части профессий. Ну, понимаете, как в полиции есть те, кто там расследует какие-то суперсекретные убийства, ловят маньяков, а есть те, кто регулирует движение на перекрестке, и вот примерно то же самое с журналистикой и репортерами. И более того, одно дело репортеров урюпинские, которые ненавидят этот урюпинский, этот репортаж, и он там пишет, сколько коров надоили в этом сезоне, какой там сегодня урожай. Ему это все вообще совершенно похуй, он пишет какую-то херень, кому это не нравится. Но при этом, как раз таки вот на журфаках, рассказывают про тех, кто эту профессию любил, и ему вот прям по-настоящему нравилось рассказывать об объектах своих вот материалов. И он эти материалы писал именно потому, что сам был вдохновлен происходящим. Для тех, кому интересно, могу посоветовать очерк Аграновского официант. Это вот часть классической программы журфаков. Там именно очерк, это как раз таки вот то, что пишут вот такие вот журналисты, которые с блокнотиком куда-то ебашат, там делают пометки, и после этого складывается очерк, исходя из впечатлений. И в самом очерке он рассказывает, как остановился в каком-то придорожном кафе по дороге в какой-то небольшой город России, и там его обслуживал официант, который по-настоящему любил свое дело. Он с ним немного разговорился, И, собственно, сам очерк, это такая вот путевая заметка, где он размышляет о как раз таки этом парне, которому вот очень гармонично с этой профессией, ему все нравится, и ему именно... То есть вот хочется сказать, нравится обслуживать, но это неправильный подбор слов. Ему хочется именно... ну как служить. То есть вот поэтому как раз и стоит прочитать этот очерк, потому что, ну, это вообще как будто совершенно не мэтчится ни с современной Россией, ни с... ни с советской Россией, ни с привычным отношением в общепите тем более. И суть самого текста в интересных мыслях с интересной точки зрения. Сам текст написан в эпоху, когда газету брали, чтобы что-то почитать. Да, безусловно, на первой полосе там будет что-то вот самое большое, актуальное и значимое, как бы то, за что, скорее всего, газету и купят, но все остальное это чисто на почитать. И создание подобных текстов гораздо ближе к художественной литературе, чем к журналистике, к которой мы привыкли. Ну и опять же, вот то, что ассоциируется из разряда там, на горхе Маше произошла утечка чего-то там, откуда-то там, из-за этого столько-то, столько-то, 8 часов, 9 минут, все, с вами были Вести Москва. И оно улетело куда-то. Нет, это именно мысль автора, ее ход и его мастерство в том, чтобы ее правильно обрамить. Вот это вот информирование населения, оно, помимо вот самой примитивной роли, имеет также роль некоторого оккультуривания, заставить это самое общество о чем-то новом задуматься. То есть вот мы сейчас называем лидерами мнений, раньше монополия на вот это оккультуривание была у СМИ. И, собственно, журналисты и того времени, и как бы по задумке нынешнего, должны этим самым оккультуриванием заниматься, нести на себе это и чувствовать этот груз. Поэтому каждый раз стараться наполнить больше и больше свои материалы. Я вот сейчас это рассказываю и сам не могу понять, это вот только для меня заразительно звучит, или это вот, ну, ну просто прям интересно. Сейчас вот еще больше универсальных интересностей накину. Есть хорошая фраза, не помню чья, журналистика — это искусство объяснять то, чего сам не понимаешь. И сказана она как бы в плохом контексте, что журналисты-долбоебы ничего не знают, а пишут. И в действительности как бы и журналистская сама по себе специальность, и даже журналистское образование — это узнать всю херню по вершкам, чтобы после этого делать вид, что ты разбираешься. Как бы действительно так. То есть там журналисты не в философию прям полностью не погружаются ни в историю религии, ни в историю искусств. У них именно углубленной специальности нет. Они меньше знают, чем отдельно студенты искусства, веды, филологи, историки и так далее. Но в этом и есть суть, потому что журналисту предстоит вот то, о чем он пишет материал, объяснить обычным людям. Задача, по сути, журналистов — это пересказывать. И как раз таки то, что он сам чего-то не знает и понимает это прямо в процессе создания материала, в этом и есть тема. Журналисты разбираются за вас. Самый простой вот вид подобного — это обзоры какой-либо техники. Вышла новая посудомойка у LG, и там вот условно была ее презентация, есть какие-то там это пресс-релизы про эту посудомойку и все такое. И понятно, что там это, вспомним еще раз город Урюпинск, там вот сидит Алина в Урюпинске, да? Ей вообще, блин, она не ебет где-то пресс-релиз, ничего, но она может забить там вот просто в гугле, и у нее всплывет 10 разных обзоров, где люди как раз таки во всем этом разобрались. Вот так же, только в огромном количестве других вещей, действуют журналисты. И просто с стиральной машинкой это все более-менее ясно. Но что делать с большими социальными явлениями? Что делать с тем, на что закрывает глаза правительство? Что само общество заметает под ковер? Сейчас в России это мало кто замечает, но в будущем, поверьте, это прям много этому будет времени посвящено, тому, что мы не прорабатываем социальные проблемы. То есть как каждому человеку в отдельности нужно проработать какую-то проблему внутри себя, чтобы жить с ней дальше. А люди при этом идут к специалистам, когда сталкиваются в жизни с чем-то, что сами обработать не могут, им как бы нужна сторонняя помощь. Ровно так же в масштабах страны. Любая трагедия, которая происходит, любая какая-то большая неудача и, в принципе, любое событие, оно должно быть в обществе проработано. Про это должны много кто поговорить, пообсуждать, и в итоге к чему-то прийти, и тогда как бы в обществе создается здоровая атмосфера. У нас этого нет вообще. Моя замечательная подруга Маша Бурмистрова, которую я сегодня еще упомяну, недавно привела мне пример, что если сравнить какую-нибудь трагедию в США и в России, допустим, у нас там Беслан, а у них Башни-близнецы, ну или там можно конкретно сопоставлять по тому, какое было событие, какой там масштаб влияния этого события, они все безумно влияют на общество, но так или иначе, у них буквально на следующий день появляется сотня аналитических материалов, сразу начинают выходить книжки, документальные фильмы, то есть, опять же, имеется в виду нечистые информативные сюжеты, что там-то, там-то произошло то-то-то, а именно попытка разобраться в проблеме, ее полностью переварить и переживать. Сейчас подобное мы можем видеть только в интернете. Именно у вот актуальных прогрессивных авторов, там, будь то дуть, редакция поговорить, вот все вот эти как раз-таки журналисты, которые пришли на YouTube, они пришли именно для того, чтобы реализовывать вот эту рефлексию. Они чувствуют, как бы, в этом свою профессиональную необходимость. Но по совокупности причин, главные из которых вам, конечно же, известно, они не могут это делать на федеральных каналах, и более того, в интернете, на самом деле, мы тоже солидно ограничены, то есть там, чего стоит один закон по оправданию терроризма, и сколько из-за него не сделано различных материалов, аналитик, и не написано статей, просто из-за того, что да ну нахер с этим связываться, это как бы даже невозможно сочетать. Но я отвлекся от самой мысли, сам по себе вот этот вот принцип разбираться в чем-то вот прям на ходу и про это же рассказывать, мне понравился больше всего. Вы понимаете, что есть реально люди, которые вот, это их профессия в том, чтобы интересные штуки узнавать и тут же транслировать. Вы стопудово завидуете, вот то же самое, обзоры гаджетов, или вот там, вы наверняка какие-то обзоры досмотрите, вот что-нибудь вам интересно. Будь то скейтборды, доставка еды, опять же техника, какая-нибудь специализированная профессиональная херня, хоть рыбалка, неважно. Все вы наверняка завидовали этим блогерам, которым вот на халяву засылают все то, о чем вы мечтаете и на что вы копите. А то же самое у всех журналистов с точки зрения впечатлений. Тревел-журналисты, которые просто ездят хер знает где по всем самым интересным, отдаленным, удивительным частям планеты, и окупают это тем, что это и есть их работа. Люди, которые увлечены политикой, присутствуют вот так вот, вот прям воочию, видят все самые значимые мировые события. Люди, которые интересуются спортом, стоят там в самых близких местах к событию и получают самые свежие впечатления. Там вот как раз феномен такого спортивного журналиста, нет, не дуть, а картавый футбол, у которого даже есть легендарные эпизоды, как легендарные материалы у журналистов, потому что вот он именно так попал на это событие, так впечатлился и так это передал, что это стало вот пьюр голд. И у этого всего есть долгими годами и даже столетиями выработанная культура и этика. То есть, да, безусловно, есть там желтая пресса, которая пишет просто любую хуйню. Есть такие вот странные штуки, как, например, подкупленные, это и в России существует, кстати, и во всех остальных странах тоже, подкупленные медики, полицейские и другие работники социальных служб, которые за то, что им башляют деньгу, передают свежайшую информацию журналистам. Ну, вот таким вот желтушным и скандальным, то есть, условно, попал кто-то известный в аварию в больницу или что-то там такое вот случилось, это моментально берется, дозванивается к какому-нибудь помоечному изданию, и оно пишет свою сенсацию. То есть, основанный на реальных фактах, ну, это чудовищное проникновение в личное пространство. Эти все примеры, безусловно, присутствуют, но, как бы, эти люди и в журналистском сообществе не уважаются. А те, кто уважаются, создают настоящие шедевры социального наблюдения. Ведь, ну, безумно интересен нам вот мир вокруг нас. Это доказывает, как минимум, вот популярность сторис, тиктока и прочих платформ, которые просто показывают, что у других людей происходит. То есть, сторис, это скорее ваши знакомые люди и люди, которые вам нравятся, вам их в подробностях показывается жизнь. А тикток же, это возможность каждому учителю, опять из Урюпинска, еще учительнице из Пензы, какому-нибудь чуваку с Ямайки, кому-то, кто сидит в вулкане, вот всем им показать, что у них интересного. И алгоритмы выводят это на самый верх, и за счет этого работает платформа, людям интересно про других людей. А журналисты, как раз таки вот именно профессиональные исследующие всем этим принципам, они создают шедевры обслуживания этого интереса. И, собственно, почему я рекомендую образование журналиста и, в принципе, другие разные вот гуманитарные специальности совершенно не потому, что вы станете журналистом. Это нормальная история, что многие выпускники журфаков журналистами не становятся, а многие очень успешные журналисты на журфаках не учились. Это потому, что сами эти вот факультеты, кстати, это относится и к журналистике, и, допустим, к дизайну, и ко многим другим специальностям, где непосредственно не учат делать то, что ты будешь делать, это ты должен как бы сам допереть, но при этом дают кучу сопутствующей информации. То есть, да, вы пишите тексты на журналистских факультетах и рисуете дизайны на дизайнерских, но именно в деталях из разряда вот как собрать двигатель учат, а как нарисовать дизайн не учат, общую информацию, показывают примеры лучших и говорят, сделайте свое. Это нужно в первую очередь не для того, чтобы вас научить, вы как бы и сами должны хотеть и уже делать, а для того, чтобы дать вам уверенность, что вы достойны этим заниматься. То есть, понимаете, человек, который 4 года изучал вот там историю дизайна или историю журналистики, знает там все главные имена, знает там какие-то известные ситуации, большие проблемы, прочел про это книжки, сдал про это экзамены, дискутировал про это, у него там вот именно есть какая-то база в голове, он с большей уверенностью дальше делает свое. Он как бы в своих глазах, ну и потом в глазах других как бы за счет диплома, но гораздо больше за счет знаний, которыми он обладает, он становится более компетентным и как бы легитимным на вот этой вот красивой подставочке, на котором стоит статуя журналиста или статуя дизайнера. Он вот золотая статуйка. И это я говорил уже много раз, даже если вы не будете дальше работать по профессии, это все равно вам очень пригодится, потому что это ощущение вы можете перенести и в другие специальности, знания-то у вас уже есть. Но в чем проблема? В том, что мы живем вот в таком современном мире, где СМИ шагают семимильными шагами. Медиа трансформируется с невозможной скоростью. Позавчера не было ТикТока, позапозавчера не было Ютуба, позапозавчера не было Инстаграма, а все вот это сейчас концентрирует в себе человеческое внимание. СМИ еще еле приспособились к сайтам. Я вот писал свой диплом, у меня там было, блядь, особенности работы что-то современных медиа, как-то так у меня это называлось. Я там такую хуйню писал, просто нереально. Мне же нужно основываться на каких-то других научных данных. Я захожу, а там расписана какая-то хуйня про интернет-порталы из 2006 года. Ну, я на основании нее пишу про, блядь, важность интернет-порталов и веду параллельно канал на Ютубе. То есть, мало того, что медиа, они из-за этого глохнут, засыхают и подыхают, потому что не все способны адаптироваться. Есть отличные примеры, как Медуза, кстати, вот у них очень мало слушают их подкаст, рекомендую пиздец подкаст Медузы. Я это, у меня иногда слишком на меня нагоняют ужасные моральные состояния обычные российские новости, потому что какого новостника не смотри, всегда хочется застрелиться. От кого-то больше, от кого-то меньше, а кто-то Кремлю продался. А у Медузы именно очень четкий подход с такой вот здоровой журналистской нейтральностью. Очень классно. Но они-то, как вы знаете, иностранный агент, запрещенный в Российской Федерации и вот вообще вот сообщение, поняли, поняли, вот, подготовленное сообщение иностранным агентам, вот это вот все. Они выживают даже в таких условиях, а их коллеги, которые не успевают за вот этой вот бешено летящей волной новых медиа, они просто остаются за бортом и таким образом действительно достойные журналисты, там до сих пор кто-то пишет в ЖЖ и прочее, то есть это чисто похороненные таланты, потому что аудитория оттуда улетела, а они все еще там. И гораздо хуже обстоит ситуация непосредственно в вузах, потому что этих-то хоть рынок как-то подталкивает, да, пинает под задницу, то, что тебя никто не читает, тебе деньги не приходят. В вузы вообще ничего не пинает, у них как бы вечный поток новых студентов от того, что кто-то в армию не хочет или от того, что у кого-то мама хотела, чтобы он туда пошел и приходят туда там вот девочки с вот такими глазами только что ЕГЭ сдали и парни, которые вообще поебать на то, что тут вообще происходит. И там педагоги стоят и рассказывают им, какие в журналистике есть жанры. Им бы твиты учиться писать и интегрироваться в современные медиа, как-то осознавать реальность вокруг себя, быть как раз на гребне вот этого вот средств массовой информации. Массовой, а не средств для трех хромых коллег, которые почему-то еще заходят читать тексты на какой-то древний портал, у которого через месяц хостинг кончится и за него платить уже никто не будет. А педагоги эти, они на эти порталы и пишут, и они как бы не понимают, в чем проблема вообще все эти жанры читать. И вот здесь хочется вспомнить про Дудя. Не зря я его, блядь, на превьюшку поставил. Эти самые педагоги очень многие Дудя терпеть не могут и осуждают его такое действие, сякое действие. Тут назвали его непрофессионалом, там назвали, но при этом сами они никогда даже сотой доли того внимания аудитории, которое сделал Дудь, не делали. И это не про то, что Моргенштерн лучший музыкант, потому что самый популярный музыкант, а про то, что Дудь это реально историческая фигура для российской журналистики. То есть вот есть ваше личное отношение к нему как к человеку, да, у меня оно тоже есть, у него огромная татуировка Данила комиксанцем, это отдельная херня, но именно с точки зрения профессионализма, он дал в рот просто всей журналистике сразу, потому что никакие интервью не собирали столько же, никакие вот журналистские проекты его тогдашних коллег, и тем более вот этих вот старперов, которые десятки лет сидят там на этих журфаках и рассказывают, как же именно, блядь, писать заметку и на зачетах спрашивают, сколько примерно это слов, а вот в чем жанровое различие, блядь, путевого очерка и какого-нибудь, блядь, другого очерка, я их 10 раз нахуй сдавал, я все уже, вообще ничего не помню, но они вот сидят, осуждают Дудя, какой же он вот плохой, как же он неправильно что-то проводит, и как раз таки вот такие ситуации убедили меня в том, что от этой самой журналистики нужно брать все скиллы, возможности, накопленную культуру и пиздавать, работать самостоятельно, именно взять вот все бустеры профессиональные, которые есть, и избавиться от всех профессиональных ограничений. У Дудя очень много хейтеров, если вам действительно интересно разобраться, а я вот, ну, абсолютно серьезно говорю, он очень серьезный профессионал, и он абсолютно достоин вот своей этой самой вершины, потому что действительно очень важное дело сделать для российской журналистики, обратите внимание на то, что вопросы, которые кажутся вам неэтичными, они делают это интервью интересным для этой самой массы, которая его посмотрела. Вот я, например, ненавижу интервью с Ивлеевой, как вот просто социальный факт, что вот такое есть, понимаете, но оно как раз существует, и оно настолько популярно, потому что это общественный интерес, потому что вот сама Ивлеева чертовски интересна людям, интересно узнать, как там вот да чё, и все эти вопросы про размер члена, что по-моему жуткая кринжатина, они и вызвали этот интерес, эту хуету, вот если помните, обсасывали, ну мне кажется, год, вот эти вот шутки про, блядь, столько такой, сякой, а это большой или маленький, блядь, эта хуйня натуральный диагноз обществу, то есть да, не очень, блядь, как-то, но это окружающая реальность, и собственно именно все эти кринж-вопросы помогли ему сделать настолько популярное интервью, и это как бы кринж ровно в точку, есть кринж, и просто кринж, вот канал The Люди, и куча охуительнейших проектов, которые мы знаем сегодня, при том, некоторые из них там вот вообще в другую степь от Дудя, некоторые на голову выше по аналитике, про глубине проработки, вообще по направленности, чем Дудь, они существуют именно благодаря нему, потому что он взял и открыл вот это вот окно в интернет для профессионалов, именно которые хотят делать какую-то ну прям серьезную херню, хотят вот два часа беседовать на какую-то заумную тему, иногда про члены бывает, да, но вклад переоценить сложно, русский интернет сам по себе уникальное явление, я сам рад, что вот стал частью вот этого, но стал я частью именно благодаря тому, что он такой охеренно развитый, что даже вот такой локальный хер, как я, может найти свою аудиторию и на это жить, и это все возможно именно благодаря креаторам, которые вот самостоятельно берут и начинают вот такие смелые штуки делать, то есть да, безусловно, на это очень сильно повлияла закрытость всех остальных сфер, и как бы идти некуда было, безусловно, но как зашли-то, а? И красиво сидим, пока не запретили. И в плане влияния журналистики на меня, я это не помню, вроде не рассказывал на канале, но я писал в институтский журнал, назывался он «Свободный доступ», и это вообще замечательная история была, потому что как раз-таки прекрасная Маша Бурмистрова, которая то и дело начинает разные, блядь, проекты про творчество, и все то и дело никак не начнет их нормально вести, как только начнет, буду вам ее рекламировать. Маша, блядь, ну сколько можно-то уже, а? Она, будучи студенткой просто старших курсов, взяла на себя образные правления институтским журналом и учила нас журналистике как бы факультативно и дополнительно. Вот была небольшая группа энтузиастов с моего и других курсов, и мы херачили материалы в этот свободный доступ. Как понятно, что их мало кто читал, и это вот небольшое институтское издание, но при этом опыт, который я там получил, пригождается мне до сих пор. Именно в плане работы с текстом меня так в самом вузе не надрачивали, как там. Собственно, вот эта вот мадам, которая сейчас, ну, это просто мой друг, я с ней кофеек и пиво пью, да, тогда она дрочила и говорила, Миша, что это за оборот такой? Миша, что это, блядь, за преувеличение? А здесь ты что за хуйню написал? Про запятые ты слышал, блядь? И все в этом духе очень помогло мне в плане качества написания текста и вообще, как бы, составления своих мыслей в какие-то цельные цепочки, но помимо этого важным было то, что она, видя, как бы, мой вольный стиль распеживания в какие-то большие полотна, она дала мне роль колумниста, то есть это человек, который пишет колонки, колонка это такое вольное эссе в конце номера, которое разбирает вот какую-то актуальную, да, проблему и вот в вольном стиле с прибаутками, остринками и речевыми оборотами всякими и вот, ну, энной степенью украшательства, да, в тексте, оно вот должно как бы красиво и интересно завершить номер. Если, кстати, посмотрите тексты невзорова, то в большинстве своем они вот в подобном стиле написаны и мои ролики в подобном стиле сняты. Типа, редко, я думаю, история для блогера это понимать жанр, а, хотя нет, я думаю, наоборот, частая история для блогера понимать жанр того, что он делает. Вот форматы, у всех есть какой-то формат, сейчас просто модное слово, но так-то все это к чему-то, к какому-то общему знаменателю можно привести. Вот, мое творчество это по сути колонки. JBL, блядь. Ой, простите меня. Но, с другой стороны, я мог бы делать то же самое и в каких-нибудь изданиях. У меня была возможность пойти очень много куда на стажировку и, в принципе, очень многие мои друзья в итоге где-то стажировались, где-то писали. Есть у меня сейчас знакомые, которые получают гораздо больше меня за то, что работают в разных изданиях. Но я же такой весь противосистемный. Я же не хочу быть рабом конъюнктуры. И кроме шуток, это действительно так работает. То есть, вот, допустим, мне очень не нравятся типичные поп-исполнители и исполнительницы. Вот, я понимаю, какой труд делает Леди Гага. Я понимаю, насколько это сложное шоу, насколько это именно качественное хитмейкерство, да, вот, Worldwide одно из лучших, но не могу ничего с собой поделать. Мне и такая музыка жутко не нравится. И вот, они мне сами кажутся идеологическими противниками. Я не всегда могу различить Риану и Бьонса, и скорее, не могу. И не хочу различать, ну, потому что, ну, это вот прям, ну, вот, ну, вот, отторжение у меня это вызывает. А если ты пишешь про музыку, то ты должен это тоже знать. И на обложке журнала Rolling Stone был, допустим, Эд Ширан или Лана Дел Рей, понимаете, казалось бы. И да, есть как бы издания, которые пишут про другую музыку, и, условно, если издание пишет про какой-нибудь андеграунд, то Риана и Бьонс там не будет. Но там будет дохера андеграунда, который мне тоже, вот, вообще, похую. Нет такого жанра, в котором мне нравится все. Мне очень многое просто неинтересно. И это очень неприятно писать о том, на что тебе насрать. Это вот чистая профанация и именно превращение своей жизни вот в такую вечную формальную волокиту, чего очень бы не хотелось. В блогинге я этой проблемы полностью лишен. Вот мне на кого-то насрать я и не делаю. Вот кто-то мне кажется излишне популярным и упоминаемым. Я вообще о нем не говорю. Могу, умею, знаю, практикую. Или то же самое, меня все заебали. Сейн, сделай разбор на Дайте Танк слова-паразиты. Мне нравится Дайте Танк, но что там разбирать? Это охуенное произведение, но что мне двухчасовой стрим сделать, где просто каждый раз ставят на паузу? Вы слышали, какая пиздатая строчка? Нет, вы слышали, какая строчка пиздатая? То есть, одно дело было рассказать просто про Дайте Танк и какие-то тексты разобрать с точки зрения деталей. Здесь это полотнище, в котором ну просто его нужно воспринимать. И нужно либо обладать какими-то искусствоведческими знаниями, чтобы это уже как-то супер досконально оценивать, либо нахуя об этом разглагольствовать. То есть, может кто-то уже сделал гениальный обзор слов-паразитов, но я не вижу это возможным со своей стороны и не делаю, потому что это мой канал. Если вы еще не поняли, я очень рекомендую слова-паразиты. Посмотрите, слова-паразиты Дайте Танк охуенно, охуительно. Но при этом в общем в создании своих роликов я использую огромное количество вещей, которые в меня вот привнес журфак. Я условно до сих пор в монтаже ловлю себя на мысли, что очень часто ориентируюсь на Галилео. И когда думаю, как те или иные вещи показать, у меня в качестве именно примера такого, как бы это могли рассказывать, очень часто всплывает Галилео. И также в случае из кучи всего другого, именно вот самые формы и сами возможности того, что можно сделать, именно вот эта вот самая многолетняя практика, я ее пытаюсь использовать вот в меру своих знаний и возможностей. И в этом мне кажется сила и мощь нашего времени, что вы можете взять какой-то вот многолетний опыт, что-то вот накопленное, какую-то прям вот, ну, рабочую профессию, рабочий набор навыков, использовать это как цельный инструмент, но не по прямому назначению, а для какой-то неведомой хуйни в интернете. И это будет прекрасно, потому что, ну, с журналистами и интернетом вообще все понятно. Но также, подумайте, я это сто раз говорил, сколько людей на них работает, сколько людей в принципе задействовано в различных структурах, о которых вы даже не подозреваете, но пользуетесь ими каждый день. Все это кто-то создал. Я сейчас подтягиваю уровень языка с помощью одного из сервисов, который не занес мне за рекламу, но, в общем, суть его в том, что там просто носители языка за меньшую плату, чем репетиторы, с вами общаются на этом самом языке, и вы тем самым практикуетесь. Так вот, я общаюсь с человеком, который находится в Камбодже. В Камбодже, блядь, сидит, чилит и разговаривает с людьми просто на своем родном языке. Вот, блядь, человек деньги зарабатывает. Пиздец! Вот какая прекрасная реальность вокруг! И это не подводка к рекламе Geekbrains, а мое искреннее мнение про вот современную реальность, и мне, собственно, очень нравится, что она такая, и поэтому я при любой возможности толкаю вас на то, чтобы вот не идти на что-то обычное, а попробовать в себя в чем-то, что, возможно, еще не придумано, потому что это не возможность стать суперзвездой или легендарным там каким-нибудь спортсменом, которая одна на миллион, а это миллион возможностей, так что пользуйтесь ими обязательно, и одна из таких потрясающих возможностей это подписаться на мой закрытый паблик ВКонтакте. Многие не знают, но я туда постчу музыку, кинище, книги, и весь контент вот интересный, что я нахожу, когда в интернетах гуляю, если вам вот интересно, какую вот подборочку я закину вам сегодня, то переходите, подписывайтесь на Патреон и оказывайтесь в этом самом закрытом паблике, это стоит 5 баксов в месяц, инструкция в описании. Настолько же охуителен мой Инстаграм, ничего с этим не поделаешь, тоже, вот когда уже премии начнут настоящие выдавать за Инстаграмы, к сожалению, я, наверное, все премии заберу, а на этом все, спасибо, что посмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, в Москве адская жара, блять, 30 градусов, у меня новый блокнотик, он весь уже, вот, блять, изогнулся, из-за того, как у меня ляжки потеют, на которых он лежит. Вот вам малоинтересный факт для тех, кто досматривает до самого конца, а на сим откланяюсь. А!